Аллаху Акбар, Аллаху Акбар Абу Убайда ибн Аль-Джарра В каждом народе есть хранитель. Хранитель этого народа – Абу Убайда. Мухаммад – посланник Аллаха, саллиллаху алейху ассалям. Он был красив лицом, имел броскую внешность, обладал стройным телосложением и был высок ростом. Это был жизнерадостный человек приятной внешности, располагавший к себе, и людей всегда тянуло к нему. Наряду с этим он был очень любезным, чрезвычайно скромным и застенчивым человеком. Однако в сложной и опасной обстановке он становился похожим на грозного льва. В своем блеске и великолепии он был подобен лезвию меча, будучи таким же острым и сияющим. Именно таким был хранитель народа Мухаммада, алейху ассалям, Амир ибн Абдулла ибн Аль-Джарра, аль-Фикри, аль-Курайши, получивший прозвище Абу Убайда. Характеризуя его, Абдулла ибн Умар сказал, «Трое из курайшитов стали самыми знатными, нравственными и совестливыми людьми. Если они говорят с тобой, то никогда не солгут, а если ты говоришь с ними, то никогда не сочтут тебя лжецом». Это правдивейший Абу Бакр, Усман ибн Афан и Абу Убайда ибн Аль-Джарра. Абу Убайда принял ислам один из первых, на следующий день после принятия ислама Абу Бакрам. Мусульманином он стал через посредство самого правдивейшего, который привел Убайду, Абдул-Рахмана ибн Ауфа, Усмана ибн Мазуна и Аляркама ибн Абу Аляркама к пророку, алейху ассаляму ассаляму. В его присутствии все они провозгласили слово истины и стали основой, на которой был воздвигнут великий ислам. С самого начала и до конца Абу Убайда вкусил горький и жестокий опыт первых мусульман в Микке. Вместе с ними он пережил столько горя, несчастий, гонений и жестокости, что не выпадало на долю последователей ни одной другой религии на земле. Абу Убайда стойко выдержал все испытания, крайняя верность Аллаху и его посланнику в любой ситуации. Однако горе, постигшее Абу Убайду в день Бадра, по своей тяжести и трагизму превзошло любые ожидания и представления. В день Бадра Абу Убайда с беззаветной храбростью сражался в первых рядах бойцов, презрев смерть и вселяя страх в души язычников. Абсолютно не страшась гибели, Абу Убайда так яростно атаковал противника, что, встретившись с ним, конница Курайшитов всякий раз сворачивала в сторону. Однако один из врагов постоянно появлялся перед Абу Убайдой в любом месте, где бы тот ни был. Абу Убайда постоянно сворачивал в сторону, завидев его, и всячески избегал столкновения с ним. Вражеский воин вновь бросался в атаку. Абу Убайда всячески пытался обойти его, но он перерезал ему все пути и встал преградой между Абу Убайдой и противником, мешая ему продолжать бой с врагами Аллаха. Когда терпение Абу Убайды наконец истощилось, он нанес пражескому воину страшный удар мечом по голове, разрубив его надвое. Противник замертво рухнул на землю у ног Абу Убайды. Не пытайся, уважаемый слушатель, строить догадки по поводу того, кто же был этот убитый солдат. Разве я не сказал тебе, умный слушатель, что горе, постигшее Абу Убайду по своей тяжести и трагизму, превзошло любые ожидания и представления. Ты будешь ошеломлен, если узнаешь, что убитый воин противника Абдулло ибн Аль-Джаррахам был отцом Абу Убайды. Но Абу Убайда убил не своего отца, он убил язычество в лице своего отца. Всемогущий Аллах не спасал священный аят Корана по поводу Абу Убайды и его отца. Было сказано, да возвысится слово его. Не найдешь ты никого из верующих в Аллаха и последний день, кто любил бы тех, которые противятся Аллаху и его посланнику, даже если они отцы их, или сыны их, или братья их, или из родственников их. Они те, на сердце которых Аллах запечатал веру и которых Он укрепил своим собственным вдохновением. И Он примет их в сады, через которые текут реки. В них будут они пребывать. Они довольны Аллахом, и Он доволен ими. Они на стороне Аллаха. В нем ли те, те, которые на стороне Аллаха, преуспевают? Смысл суру препирательства, аят 22. Этот поступок не был чем-то удивительным, так как Абу Убайда обладал такой сильной и искренней верой в Аллаха, к которой стремились многие мусульмане. Мухаммад ибн Джафар рассказывал. Однажды к посланнику Аллаха, алейхи саляту ассалям, пришла делегация христиан. Они сказали, О, Абуль Касым, отправь с нами одного из твоих сподвижников, чтобы разрешить возникший у нас материальный спор. Воистину, вы, мусульмане, пользуетесь у нас большим авторитетом. Посланник Аллаха, алейхи саляту ассалям, ответил им. Приходите ко мне вечером, и я отправлю с вами сведущего и надежного человека. Тогда, говорит Умар ибн аль-Хаттаб, «Я пришел в мечеть на полуденный намаз намного раньше обычного, горя желанием быть выбранным пророком, алейхи саляту ассалям, и обладать этими качествами». После молитвы посланник Аллаха, саляллаху алейхи салям, стал смотреть по сторонам, а я стал вытягиваться, чтобы он заметил меня, продолжал Умар. Пророк, алейхи саляту ассалям, продолжал окидывать нас взглядом, пока не увидел Абу Убайду. Позвав его, он сказал, «Иди с ними и разреши их спор, руководствуясь правдой». Тогда я сказал, «Досталась эта честь Абу Убайде». Абу Убайда сам был не только защитником и хранителем ислама, но и организатором специальных отрядов, предназначенных для защиты мусульман. Эти войска геройски сражались во многих боях. Однажды посланник Алейхи саляту ассалям отправил отряд своих людей на перехват курайшитского каравана, назначив Абу Убайду его командиром. Из провизии пророк Алейхи саляту ассалям дал ему сумку с финиками, так как ничего другого найти не смог. Ежедневно Абу Убайда давал каждому воину по одному финику. Люди сосали их, подобно тому, как младенец сосёт грудь матери, а затем запивали водой. Один финик и составлял рацион воина до наступления ночи. В битве при уходе мусульмане потерпели поражение, и на поле боя то и дело разносились крики язычников. «Покажите мне, Мухаммада! Покажите мне, Мухаммада!» Абу Убайда был одним из десяти человек, которые кольцом встали вокруг посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, чтобы защитить его и своими телами прикрывать от копий язычников. После боя оказалось, что у посланника Аллаха выбит зуб, просечён лоб, а в щёку вонзились два кольца из его кольчуги. К нему подошёл правдивейший Абу Бакр, желая вытащить из щеки кольца, но Абу Убайда сказал ему, «Прошу тебя оставить это дело мне». Абу Бакр согласился и отошёл. Абу Байда опасался, что Абу Бакр причинит боль посланнику Аллаха алейхи саляту вассалям. После этого Абу Байда крепко зацепил одно кольцо одним своим передним зубом, и резко дёрнув, вытащил кольцо из щеки пророка алейхи саляту вассалям, однако при этом сломал свой собственный зуб. Вторым зубом Абу Байда ухватился за второе кольцо и вырвал его, но сломал при этом и второй зуб. Абу Бакр сказал после этого, «Из всех беззубых Абу Байда был лучшим». Став сторонником посланника Аллаха саляллаху алейхи вассалям, Абу Байда постоянно был рядом с ним до самой его смерти, когда наступил День Сакифы, Аумар ибн Аль-Хаттаб сказал Абу Байди, «Я присягну тебе». Я слышал, как посланник Аллаха алейхи саляту вассалям сказал, «У каждого народа есть хранитель, и ты хранитель этого народа». Абу Байда сказал, «Я не мог получить преимущество перед человеком, которому посланник Аллаха саляллаху алейхи вассалям повелел быть имамом на намазе, и он был им, пока пророк саляллаху алейхи вассалям не умер. После этого люди присягнули правдивейшему Абу Бакру, а Абу Байда стал у него лучшим советчиком и преданным помощником в добрых делах». После себя Абу Бакр завещал халифат Аль-Фаруку, которому Абу Байда беспрекословно подчинялся и проявил неповиновение всего лишь однажды. Знаешь ли ты, умный слушатель, в каком теле Абу Байда не подчинился приказу халифа мусульман? Это произошло в то время, когда Абу Байда ибн Аль-Джаррах был в Ашаме и вел мусульманские армии от победы к победе, пока Аллах его руками не овладел всей страной. На востоке мусульмане вышли к Ефрату, а на севере достигли Малой Азии. В это же время весь Шам охватила невиданной эпидемии чумы и болезнь собрала богатую жатву среди людей. Умар Ибн Аль-Хаттаб направил к Абу Байде гонца с посланием, в котором говорилось. «У меня появилось срочное дело, в котором я не могу обойтись без тебя. Если ты получишь это письмо ночью, то не жди утра и тут же отправляйся ко мне. Если же письмо придет к тебе утром, то ты должен отправиться ко мне, не дожидаясь вечера». Прочитав послание Аль-Фарука, Абу Байде сказал, «Я понял, что за срочное дело ко мне у повелителя правоверных. Он хочет держать меня при себе, чтобы меня не постигла чума». Абу Байде послал Умару ответ, «О повелитель правоверных, я понял, зачем я нужен тебе. Дело в том, что я нахожусь в рядах армии мусульман и совершенно не испытываю никакого желания уберечься от того, что ожидает их и меня. Я не хочу расставаться с ними до тех пор, пока Аллах не решит мою и их судьбу. «Если ты получишь мое послание, то освободи меня от своего приказа и разреши остаться здесь». Прочитав письмо, Умар расстроился до такой степени, что увидев его переполненные слезами глаза, приближенные спросили, «Неужели Абу Байде скончался, о повелитель правоверных?» «Нет», – ответил он, – «но он близок к смерти». Предчувствие не обмануло Аль-Фарука, так как буквально после этого чума настигла и Абу Байду. Почувствовав приближение смерти, он завещал своим воинам, «Я обращаюсь к вам с заветом, который принесет вам постоянное благополучие, если вы его примете. Совершайте же намаз, соблюдайте пост в течение месяца Рамадан, совершайте большое и малое паломничество, совещайтесь между собой в любых вопросах, будьте искренни с вашими эмирами и не обманывайте их, не увлекайтесь мирской жизнью. Даже если человек и проживет тысячу лет, то и в этом случае его все равно ждет смерть, как вы это сейчас видите. Мир вам и милость Аллаха». Обратившись к Муазу ибн Джаббалю, Абу Байда сказал ему, «О Муаз, будь же у людей имамом». Едва успев вымолвить это, Абу Байда скончался. Поднявшись с места, Муаз обратился к людям. «О мусульмане, вас постигло огромное горе в связи с смертью этого человека. Клянусь Аллахом, что за всю свою жизнь я не видел более порядочного и чистосердечного человека. Он был крайне далек от того, чтобы ненавидеть кого-либо или причинить даже малейшее зло. Никто не любил детей так сильно, как он, и никто не был так искренен с людьми. Молитесь же о неспослании милосердия ему, и Аллах смилостивится над вами». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok